Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Листал я тут на днях один испанский кулинарный журнал, и мне очень понравилась картинка из него. Назывался рецепт тарта де артализас. Овощной пирог. Выглядел он очень симпатично, а вот название овощной, да и содержимое, меня не очень вдохновило. Потому что, во-первых, судя по статистике, вас интересуют в первую очередь мясные блюда, а во-вторых, я и сам чё греха таить, не прочь мяса там или рыбки заточить. И вот сейчас я вдохновленный этой картинкой хочу приготовить пирог. Хотя, конечно, для человека, родившегося в СССР и выросшего на постсоветском пространстве, назвать сегодняшний рецепт пирогом достаточно странно. А в основе его лежит принцип французского киша. Ведь что такое французский киш? Это заливной пирог из рубленного песочного теста. То есть сначала выпекается основа из этого самого песочного теста, а потом она заполняется болтушкой из смеси яиц, сливок или сметаны, и там овощей, бекона, ну какой-то такой начинки. И запекается. В результате мы получаем эдакий богатый омлет в форме из теста. Что касается теста. Если вам лень возиться, берите покупанное. Я приготовлю своё. Ну просто потому, что если в наших краях слоёное магазинное тесто ещё более-менее нормальное, то вот песочное, ну совсем не ахти. Итак, для теста мне понадобится мука, несладкий йогурт, можно заменить сметаной, растопленный утиный жир, можно сливочным маслом заменить. В начинку пойдут овощи, свиной фарш для заливки яйца, и опять же несладкий йогурт. Поехали. Начну с теста. В чашу-миксер отправляется мука, соль, пол чайной ложечки, сода, четверть чайной ложки. Перемешать быстро, до однородности. Теперь растопленный утиный жир, в данном случае размягчённый, и йогурт. И отправлю вымешиваться в своём чудо-бегате, до однородного состояния. Скорость ставлю самую низкую. И пока тесто вымешивается, займусь начинкой. Воду надо вскипятить. Лук нарубить кубиком. Мелким. Это для фарша. Фарш совершенно не обязательно брать именно свиной. Думается мне, что отлично подойдёт и говядина, и смесь говядины, и свинины, и даже баранина, к примеру. Навязать надо, конечно же, острым ножом. Сами знаете, каким. Ходят слухи, что мой ножевой спонсор, Самура, разыгрывает три айфона. Не пропустите шанс. Ссылку в описании ролика размещу. Так. Масло растительное на сковородку. Сразу же сюда лук. И фарш. Не уверен, что надо обжаривать. Просто запекаться в духовке пирог будет под шапкой из овощей и яичной болтушки. 20-25 минут. И есть у меня сомнения, что за это время теплота успеет дойти до фарша и приготовить его. Поэтому в начинку фарш отправлю уже в готовом виде. Картошку надо нарезать такими вот шайбами. Я ее собираюсь отварить до полуготовности. Или даже до полной готовности, наверное. По той же причине, что и фарш обжариваю. Воду посолить как следует и выложить с шайбы. Кстати, насчет посолить. Фарш тоже надо приправить и солью, и перцем. Вот так вот. И перемешать. Кстати, насчет перемешивания. Тесто тоже уже давно готово. Смотрите. Вполне мягкое, однородное. Довольно жирное на ощупь. Духовка у меня греется до 180 градусов. Надо основу выпечь. Стол мукой присыпать и раскатать. А чтобы пирог легко из формы вытащить, застелю его бумагой для выпечки. На самом деле, с бумагой надо осторожно. Я перебрал, наверное, трех производителей, пока не нашел бумагу, к которой действительно ничего не прилипает. Если вы такую пока не нашли, лучше просто смажьте форму сливочным маслом. Тоже вполне нормальный вариант. А теперь надо аккуратно тесто собрать на скалку. Вот так вот. И не менее аккуратно перенести его в форму. И уложить равномерно. Краечки можно наружу загнуть, можно лишнее срезать. Это как вам больше нравится. И в духовку на 10 минут. Можно было бы вилкой тесто на дне проколоть неоднократно, чтобы оно пузырем не вздувалось. И с магазинным тестом я бы так и поступил. А со своим поленился. Так, хватит фарш уже жарить. Да и картошку давно пора вытаскивать. Похоже, я ее почти переварил. В наших краях вообще практически вся картошка при варке норовит развалиться в хлам. Ну и пока моя основа запекается, у меня есть время для нарезки овощей. Кабачок. Красный лук. Баклажан. И приготовлю яичную болтушку. Яйца. Присолить. И взбить. Можно смесь немного муки добавить, но мне нужен не пышный омлет, а, так сказать, с более гладкой текстурой. И йогурт сюда. В вашем случае, наверное, сметана. Соотношение указывать не буду, чтобы не путать вас. Все зависит от жирности йогурта или сметаны. Чем жирнее, тем более густой йогурт, правильно? Ну, вот, пока возился с начинкой, я снова пропеклась. Иди сюда. Можно собирать пирог. На дно укладываю фарш. И разровнять, конечно. Как получится. Теперь картофельный слой. Наверное, можно и пюре картофельное использовать. Или вообще без картошки. Или, быть может, кружочки в масле поджарить, если лишняя жирность пирога не смущает. Так, а теперь залью яичной болтушкой. Вот так. Немного потрясти для равномерного распределения. И теперь овощи. Наверное, присолить немного и добавить ароматного, вкусного оливкового масла, экстра-вержин, холодного отжима. И в печь. На 20-25 минут. У меня перерыв. Наверное, основные этапы не буду сегодня писать. Потому что рецепт-то простейший. Тесто в один прием вымешивается. Начинку все равно под свой вкус менять будете. Да и потом, что там, есть важность в порядке приготовления болтушки на нарезке овощей, что ли. Поэтому обойдемся без лишних силодвижений. И вот такой результат у меня получился. Выглядит аппетитно, как мне кажется. Осталось выяснить, что там с сочетаемостью вкусов. Перекладывать, конечно, такой пирог не очень удобно. И сочный такой. Так, отчитываюсь о результатах эксперимента. Вернее, сначала пробую, а потом отчитываюсь. Нет, конечно, трескать это нужно, наверное, удобнее всего, как болиш, то есть ложкой. Перца, что-то надо было добавить немножко больше. Что-то фарш. Недостаточно какой остренький, но вкусно. С овощами неплохо, но вы знаете, надо было больше делать этой яичной болтушки. Ее явно не хватает. Причем не за счет яиц, наверное, а за счет йогурта, потому что эта кислинка есть, но она очень слабо чувствуется. Йогурт и кислинка. Ну или сметана, если вы сметану будете использовать. Прям вкусно. Трескать, конечно, это очень по-свински получается. Я обязательно буду готовить еще раз этот пирог. Добавлю больше остроты в фарш. Сделаю более ярким. Использую, наверное, на 4 яйца целый стакан йогурта густого, самого жирного, кого я найду. Или, может, сметану вообще, чтобы кислинка была поярче. Эту болтушку нужно попробовать на вкус. Может быть, в нее тоже перца черного добавить. Потому что сейчас это очень такой гладкий, очень мягкий вкус. Хочется больше яркости. Но здесь же овощи есть. Прям их не хватает. А может быть, можно было помидорок нарезать, также кружочками, и помидорками проложить. Кроме этих самых. Может быть, они дали свою кислинку, тоже будет неплохо. Ну, в общем, это очень неплохое поле для будущих экспериментов. Советую вам попробовать. Если не хотите возиться с тестом, можете, конечно, взять в магазины, если у вас оно нормальное. Спасибо вам за лайки, дизлайки, за репосты. Отдельное спасибо. И еще раз напоминаю, что у Самуры идет конкурс. Ну, посмотрите в описании. Там три айфона разыгрываются. Неплохо, мне кажется. Спасибо вам за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok